МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выездные бригады медиков проводят прививочную кампанию в учреждениях города. Красивые и счастливые выпускные балы прошли в школах Красноармейска. А теперь об этих и других новостях более подробно вы смотрите новости Красноармейска в студии Юлия Репина. Здравствуйте! Школьные годы позади, впереди новое открытие и совсем другая жизнь. Но это будет чуть позже, а сейчас праздник выпускной. Выпускные балы прошли в школах Красноармейска. Подробности далее. Традиции устраивать торжественные линейки в честь выпускного из девятого класса совсем свежие. В прошлом году в связи с разгаром пандемии в школах ограничились раздачи аттестатов на руки. В этом году также не было определенности. Но родители, ученики школы номер два все равно готовились, чтобы этот день запечатлелся в памяти по-настоящему праздничным. Как настроение? Настроение отличное. Очень хорошо, очень весело. Я рада, что закончила школу. А мама? А у мамы, как всегда, волнительная, наверное, за дочку. В школе выпускается два класса. Отдельной гордостью для педагогов стали пятеро отличников, получившие аттестаты особого образца. Из 52 выпускников около половины вернутся в родные стены, чтобы продолжить образование. Что планируете после выпускного? В 10 класс пойду. Почему принял такое решение? Потому что, чтобы пойти на врача, я хочу пойти в 10 класс и получить больше практики, больше знаний, больше опыта. Врача выбрал направление? Еще не совсем определился, но думаю, уже скоро приму решение. Между чем и чем колеблешься? Между ортодонтом и между хирургом. Вы поддерживаете решение сына? Каждое решение сына поддерживаем и настраиваем на бодрый боевой дух, чтобы все получилось. Родители – это опора. На торжественной линейке все, как на настоящем выпускном. При звуках вальса начинает трогательно щемить у груди. На путственной речи классных руководителей звучат, как самые важные слова на свете. Благодарность родителям огромна и искренняя. Прощальные слова первых учительниц, как теплый привет из далекого детства. Для каждого помню, какие мы когда-то живы. Малые жены. И я была счастлива видеть, как мы взрослели, как мы умнели. Я бы не гордилась. И гордилась не напрасно. Потому что сейчас плод всей нашей работы на показ. Как показало время, взрослели и умнели не напрасно. Выпускники, планирующие грызть гранит науки в средних специальных учреждениях, выбирают профессии благородные и современные. Медсестры, кинологи, медиа и рекламные технологии, поварское дело, бухгалтер, логистик. Что планируете в дальнейшем? Поступать. Куда? В колледж. На какую профессию выбрал? Мастер по обработке цифровой информации. Впереди путешествие на теплоходе по Москве-реке и встреча рассвета. А пока хочется выдохнуть и помечтать о долгожданном лете. Как проведешь лето? Ну, скорее всего, хорошо отдохнув перед началом продуктивного учебного года. А вы? Ну, я постараюсь тоже отдохнуть перед началом продуктивного учебного года. Что пожелаем ребятам, которые в этом году покитают ваш класс и вашу школу? Ну, удачи. Без удачи им никуда. Ну, и также знания, усердия и никогда не лениться. А вы? Успехов в учебе и достижения поставленных целей. Как говорят на свете, есть места, куда по зову сердца хочется возвращаться. Для многих выпускников школа стала одним из таких мест. 55 аттестатов об основном общем образовании получили ученики девятых классов школы номер 4. Четверо ребят в этом году закончили школу с красным аттестатом. Торжественное мероприятие прошло на свежем воздухе. Таковы ковидные реалии. Но это не помешало выпускникам услышать последний школьный звонок. Это радость, в первую очередь. То, что все эти трудности мы прошли вместе с ребятами, моими одноклассниками. Вот. Все стали практически как родные. И, наконец-то, этот день настал. Ну, все. Уходим. Я выпускаю девятый Б-класс. Это самые замечательные ребята. Я не думала, что мне так с ними повезет. Это самые добрые, отзывчивые, человечные люди. Поэтому самый лучший класс для меня. Незабываемый и волнующий момент в жизни каждого девятиклассника – выпускной. Ребята услышали напутственные слова от директора, классного руководителя и первого учителя. Позади остались и первые экзамены. В этом году для того, чтобы получить аттестат, достаточно было сдать всего два предмета – русский язык и математику. На самом деле, это очень легко, если к нему готовиться. Я не ощутила никаких проблем, трудностей при написании. И вот все вышло хорошо. У нас очень многие написали все на хорошей оценке, выше, чем ожидали. Для некоторых выпускников этот праздник стал последним школьным мероприятием. Из 55 учеников идти в 10 класс планирует только 17 человек. В этом году в гимназии номер 6 получили аттестаты об основном среднем образовании 75 учеников. Торжественная линейка проходила на свежем воздухе у парадного входа в школу. Вот и пронеслись 9 лет школьной жизни. Она началась с первого звонка, с первого учителя. В ней было все – звонки на уроки и перемены, контрольные, РДР, ВПР, школьная дружба и школьная любовь. Были взлеты и падения, успехи и разочарования. Такое пугающее ОГЭ, но это все уже позади. В трех классах общими усилиями учителей, родителей и учеников удалось взрастить 7 круглых отличников, которые получили аттестаты особого образца. Получив на руки заветные документы, первыми выдохнули выпускники. Вань, мы тебя поздравляем. У тебя сегодня выпускной, в руках аттестат. Красивый, красный? Очень красивый, да, я отличник. Определился с дальнейшим путем? Да, я иду в 10 класс. После хочу поступить в университет. Правда, еще не решил, какой. Но на IT-программирование. То есть профессию ты уже выбрал, да? Да. Сложные были экзамены? Экзамены были не то чтобы сложными, но главное к ним подготовиться, конечно. Ну и не переживать. Учащимся 9 классов в какой-то степени повезло. По требованию Рособорнадзора, два УГ по выбору были заменены на одну выпускную контрольную работу, что значительно снизило нагрузку. Но все равно родители волновались и переживали за свои чада. Поэтому после выпускников с облегчением выдохнули и они. Какие мысли у родителей перед выпускным? Слава богу, закончились экзамены. Многие из ребят уже выбрали профессии и дальнейшее место учебы. Но большинство из них вновь вернется 1 сентября уже в 10 класс. Их выбор продиктован желанием продолжить учебу в высших учебных заведениях. Ребятам только выдают аттестаты. Какие мысли у мамы в голове? Ну мысли, как, наверное, у всех мам, что слишком быстро пробежало время. Пролетели эти 9 лет практически незаметно и дети стали взрослые. Многие из них уже определились, выбрали свой профессиональный путь, уйдут из класса. Может быть, что-то пожелаем ребятам, которые сегодня покидают стены вашего класса? Конечно, конечно. Пожелаем им успешного профессионального пути, чтобы их выбор был правильный, чтобы все им удавалось, чтобы они с любовью вспоминали родные стены своей школы, возвращались сюда. Как показывает время, мы обязательно возвращаемся в родную школу, только уже в статусе родителя. Доверяем любимым учителям своих детей. Ведь только в их заботливые руки мы можем отдать самое ценное. Они долго старались, и их труды вознаграждены. В этом году в Красноармейске сразу несколько стобальников, выпускников, получивших на ЕГЭ максимальные 100 баллов. Оксана, 100 баллов по ЕГЭ, по литературе – это определенно успех. Я тебя поздравляю от всей души, ты гордость гимназии номер 6 города Красноармейску. Расскажи, каков был путь к успеху? Как готовилась? Долго готовилась, смотрела вебинары, занималась репетитором. Прошла большой путь, долгий, и вот в итоге 100 баллов. Подскажи, пожалуйста, что самым сложным было в подготовке? Самым сложным, наверное, было средоточиться, не думать, не волноваться, сколько у тебя будет баллов, просто готовиться и не обращать на это внимания. Что было самым увлекательным на этом пути? В целом литература увлекательная. Какие произведения больше всего тебя захватили? Наверное, «Преступление и наказание», «Доктор Живага», ну все, наверное, это самое любимое. 100-бальница по ЕГЭ, по литературе – это определенно повод для гордости? Конечно, абсолютная гордость, тем более, могу сказать от себя, может быть, я где-то недооценивала своих детей, строго к ним относилась, и я, ну, 90 баллов, я рассчитывала вот на такой результат, а тут превзошло все ожидания. Вы, как педагог, как ребят готовили? Вы знаете, я считаю, что самое главное – это мотивация. Когда ребенок понимает, что этот предмет ему необходим, необходим для поступления в ВУЗ, то, конечно же, я только направляю, я подсказываю, вот, а все-таки основная работа – это ребенка, я так считаю, это мое мнение. После выпускного экзамена бросишь читать или продолжишь? Не брошу, думаю. Что еще планируешь прочитать? Набокова хотела бы прочитать, хотела бы прочитать всего Гоголя, потому что интересно. Какую профессию ты выбрала? Я хочу стать дизайнером и буду поступать по этому направлению. Вы, зная, прививочная кампания. В городской администрации первую дозу отечественной вакцины получили 20 человек. Рост числа заболеваемости COVID-19 вновь регистрируют медики Подмосковья. В этой сложной эпидемиологической ситуации крайне важно позаботиться о своем здоровье. И самый эффективный способ защитить себя и окружающих, по словам врачей, прививка. Медсанчасть 154 начала прививочную кампанию против COVID-19 с середины января этого года. В ее рамках также проводятся выездные вакцинации. На прошлой неделе мобильный прививочный пункт был организован в здании администрации. Первоначально прививаемый, желающий привиться, его осматривает врач-терапевт, подписывает необходимую документацию информированную, добровольный согласие, анкету пациента, получает допуск на вакцинацию и дальше сам процесс вакцинации. Вручается памятка о том, что сегодня ему введен препарат, в какой серии введен препарат, наименование этого препарата и дата следующей вакцинации, когда он должен явиться на вакцинацию. Но поскольку мы с вами организовываем это мероприятие выездной бригадой, я думаю, что мы точно так же через 21 день можем организованно приехать в выездной бригадой. Удобно будет пациенту прийти к там, ради бога мы, что называется, примем его спокойно в поликлинике. Настрой вакцины, он таков, и принцип вакцины профилактики, не дать хронизации процесса и тяжелых случаев, и летальных исходов. По поводу маски, в тех документах, которых мы сейчас имеем по постановлению главного санитарного врача Российской Федерации, в том числе в Московской области, потому что мы тоже с вами сейчас находимся в крайне неблагополучной эпидемиологической ситуации, там как бы написано о том, что те, кто привился двухкратно и имеет уже прививочный сертификат, в принципе могут не носить, не соблюдать как бы вот этот масочный режим. Но тем не менее, мы с вами сейчас находимся в очень сложной ситуации. Причем та ситуация, которая была в предыдущие две волны, мы с вами слышим и средств массовой информации от наших коллег, московских коллег и других коллег по регионам, что в данном случае вирус ведет себя более молниеносно и более агрессивно. То есть он претерпел изменения, которые очень сильно влияют сейчас. Поэтому я бы пока придерживалась все-таки масочного режима. Среди тех, кто принял решение пройти первый этап вакцинации, был Алексей Савичев, вице-чемпион мира по степ-танцу, наставник знаменитого степ-коллектива «Вэйф Лайф». Работаем с детьми, большая ответственность. Хочется, чтобы все было как можно более безопасно, поэтому сегодня я здесь. Большинство из тех, кто сомневаются в необходимости сделать прививку, боятся побочных эффектов. Но по официальной статистике медсанчасти, с начала вакцинации серьезных ситуаций, когда прививка стала причиной ухудшения здоровья, немного, всего 5-7 случаев. И это из более чем 2,5 тысяч вакцинированных. В то же время люди, которые перенесли COVID-19, советуют не полагаться на слухи, а прислушаться к мнению специалистов. Прививки я сделала 2, последнюю я сделала в пятницу, 11-го числа. Решила привиться, потому что мы переболели вместе со своими родителями. Я переболела в ноябре, очень тяжело переболели. И решили, что прошло полгода и сделали прививки. Хочу сказать, что родителям за 80 никаких побочек они просто не почувствовали. Ни температуры, ничего не было. И при первой, и при второй, да? И при первой, и при второй, да. А вот когда я привилась, было легкое недомогание, небольшая температура, 37,1, вот такая. Так что советую сделать. Также важно помнить, что в период подъема заболеваемости COVID-19 необходимо соблюдать масочный режим. Но все же самым эффективным барьером на пути распространения инфекции, как считают специалисты, является вакцина. Сделать прививку можно в медсанчасти номер 154. Благоустройство во дворе улицы Спортивной, дом 12. Новые парковочные места, улучшенное освещение и туи. О том, какие работы еще планируются, расскажем прямо сейчас. На этой неделе завершилось благоустройство во дворе дома номер 12 по улице Спортивной. Еще год назад здесь была демонтирована детская площадка. К сожалению, ее игровые конструкции сильно обветшали и представляли угрозу. На это внимание городских властей обратили инспекторы Госадмтехнадзора. А когда встал вопрос, что же будет на месте бывшей детской площадки, выяснилось, что жителям этого дома нужны дополнительные парковочные места. При составлении плана благоустройства двора городские власти учли это пожелание. Более двух миллионов рублей из городского бюджета было выделено на проведение работ. Помимо парковки, здесь в будущем появится и новая детская площадка. Мы подготовили основание под губернаторскую площадку 450 квадратных метров. И, соответственно, большая парковка. Здесь была огромная территория, на которой была только детская площадка. Мы все так разделили, сделали озеленение, освещение, поставили туи. Рулонный газон. И все готово для установки площадки детской под губернаторскую программу. Надеемся, что на следующий год здесь будет площадка красивая, достойная жителей. И дети будут довольны. Будут довольны и жители, которые теперь имеют возможность оставлять свою машину во дворе дома. При организации парковки были учтены и нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждое машинное место 2,5 метра на 6. Ну вот, считайте, грубо говоря, здесь 19 машин. Мы здесь вот увидели, что есть места для инвалидов. В городе есть еще дворовые территории, где есть такие парковочные места? Или это первое? Вы знаете, это первое. Вот это первое, которое мы сделали инвалидное. Именно вот, было включено в смету, именно вот эти два парковочные места. То есть со знаками и с разметкой. До этого мы рисовали на асфальте, но это неправильно. Обязательно должен быть знак. В ходе выполнения работ подрядчики столкнулись с некоторыми трудностями. Дело в том, что на этой территории близко расположены подземные воды, которые просачивались наружу. Но недостатки были исправлены и работы завершились своевременно. Подрядчик все сделал за 15 дней. То есть у них такая задача стояла. 15 дней на исполнение обязательств по контракту. А кто подрядчиком был? Подрядчик ООО «Спектргрупп». Они у нас делают дворы еще по четырем адресам одновременно. У нас был большой контракт на пять дворов. Расскажите, по каким еще адресам идет благоустройство? В данный момент уже закончено благоустройство дворовой территории Чкалова 5-9. Сейчас заканчивается второй этап по испытателям 5-7, Северный 21-22-23. И последний этап Северный 1-23. То есть два месяца у подрядчика на исполнение всего контракта. То есть в середине июля работы должны быть закончены. То есть получается в этом году в Красноармейске будет благоустроено пять дворов? Да, в рамках этого контракта пять. Еще уже заключен контракт тоже ООО «Спектргрупп» на ремонт дворовой территории Морозова 4-5-6-7. Там будут воркауты, там будут площадки для отдыха, детские площадки, парковки. Предварительно, ну, насколько я знаю, отдел городского хозяйства встречается с жителями, учитывают их пожелания при составлении сметы. Здесь на спортивной 12 по такой же схеме проходило? Вы знаете, здесь уже давно мы знали, что хотят жители. К сожалению, так как это было время пандемии в прошлом году, мы не могли собираться с жителями массово. Поэтому мы работали с депутатом. Ну, мы знали заранее, что жители хотят детскую площадку. Поэтому здесь жителей против того, что здесь происходит, нет. Морозова 4-5-6-7 мы присутствовали. На других дворах также была пандемия. Мы вместе с депутатами обговаривали тот фронт работы, который нужно сделать. То есть тут депутаты выступали? Да, депутаты, как выразители, да, желаний, пожеланий своих избирателей. Программа ремонта дворов в Красноармейске долгосрочная. Начала она реализовываться около семи лет назад. Ежегодно в городе ремонтируется 10% от всех дворовых территорий. И 2021 год не стал исключением. Между жителями и депутатами должна быть тесная обратная связь. Именно по такому принципу устроит свою работу депутат Мособулдума Александр Легков. На этой неделе он вновь побывал на улице Новая жизнь, где несколько дней назад, во время его рабочего визита, были обнаружены недостатки. Это огромная яма на дороге, разбитый подход к подъезду жилого дома и отсутствие пандуса в доме, где проживает инвалид. Благодаря содействию депутата проблемы были решены достаточно оперативно. Печальная история, как он забирался. Вот сейчас, спустя 10 дней, сделали так, что появился пандус. Единственное, что сейчас дорабатывается этот поручень, который ему подниматься будет еще более удобно, затаскивать себя наверх. Но, собственно, он стоит, хороший, рабочий, ему все устраивает, мы с ним пообщались. Поэтому самое главное и важное сделали, доделать это до конца, и потом еще приедем, посмотрим, как установили поручень. А в прошлый раз еще смотрели Новую жизнь, Дом 11, входная группа там называла. Да, дошли туда, бабушка сейчас там не очень хорошо себя чувствует, хотели ее увидеть, спросить, как и что, но пока она дома. Но, тем не менее, посмотрели, ну, конечно, это уже лучше, чем было. Залили бетоном и дырку засыпали полностью там крошкой асфальта. Эти моменты, но там моменты эти оперативно сделали, причем хорошо, спасибо большое управляющей компании, которая там занимается. Ну, во всяком случае, отреагировала быстро, сказала, что в течение месяца, а сделала в течение 5-6 дней. Мне даже не хочется якать, у меня работа такая, чтобы приезжать и, как это, голос народа, чтобы вместе, чтобы их просьбы выполнять. И вот нет такого, чтобы мы там решили все и говорить, что это вот я решил и приехал. Нет, здесь очень большое количество людей задействовано, во все, в любом вопросе. Это и мои какие-то полномочия, жители, в конце концов, администрации, министерства, то есть это люди все, которые в одной этой проблеме начинаются. Просто, может быть, мне будет проще ее донести и обозначить. А в остальном, я считаю, что любой вопрос, какой бы ни решился, вот начиная с маленького пандуса, заканчивая какой-то глобальной, может быть, программной работой, где можно бы выключить какой-нибудь проект, программу, нет там слова «я», там есть все мы вместе, начиная с жителей, заканчивая с министерством. Вот такая работа должна быть. Просто нужно чуть больше полномочий, наверное, еще накручивать эту всю историю, чтобы все вместе сплотились и решали вопросы. Поэтому самое важное и ключевое здесь, что это все мы делаем. Ну, а жителям я с удовольствием всех жду и готов вместе с ними включаться в любой вопрос, который можно решить. Обратная связь с жителями дает возможность депутату быть в курсе тех проблем, решения которых люди порой ждут годами. По словам депутата Александра Легкова, опыт его работы показывает, что 90% обращений граждан в таких случаях решается положительно. Во дворе домов номер 5 и 7 по проспекту Испытателей проходит комплексное благоустройство дворовой территории. Завершиться оно должно в середине июля. В соответствии со сметной документацией здесь обустраиваются парковки, проводится замена асфальтового покрытия, подъездных дорог и контейнерной площадки для сбора ТБО. Как это часто бывает, на стадии выполнения работ между жителями дома возникли разногласия. Одна часть требует увеличить количество парковочных мест, другая выступает за сохранение деревьев и зеленых насаждений. Как достигнуть компромисса и при этом не выйти за рамки финансирования определенного сметной документации? Сложный вопрос, но решать его нужно. Для этого депутат Московской областной думы Александр Легков встретился с жителями и провел переговоры с подрядчиком, выполняющим работы. Соберите собрание, пожалуйста, я вас очень прошу. Потому что я выступаю, только интересы ваши. Потому что моя задача, я понимаю, как собрать. Вот вопрос. Я думаю, что это не проблема, если вы здесь все живете. Активных граждан мало. У вас много, выше. Зато, когда мы начнем это делать, предположим, активных жителей появится очень много. Поверьте мне. И это будет все хуже, чем сейчас. И будет несанкционированное собрание. Поэтому для того, чтобы конкретно говорить по этому проблеме, мне нужно... Я понял, я понял. Я согласен, да. Да, поэтому объективно очень много вопросов с эрбором по поводу детской площадки. Мы этот вопрос записываем. Будем здесь благоустроиться со скамеечками, как положено. Да, да, да. С этим вопросом. Здесь мы проконтролируем, чтобы, как только они сейчас это доделают, чтобы был нормальный у вас человеческий выход. Ни в твоем случае никто, чтобы руку не сломал, или что-то еще. Сюда, к бельевой. Это все уберут. Мы будем смотреть. Это до осени, а то может до осени дотянуться. Это мы будем смотреть. Это земля? Конечно. Это мы будем смотреть. У нас нет зоны отдыха. Уважаемые, пожалуйста, послушайте. Мы будем смотреть, что такого не произошло. Мы возьмем это обязательно на контроль. Как только у вас заканчивается благоустройство, чтобы сразу же оперативно, не недели, не два-три дня, вот это начинало сразу все убираться. Это завтра сегодня уже начнется. Прямо моментально. И там газон, что там нужно, как у вас там по проекту идет, по смете. Все прям засеиваться, чтобы люди это видели. Ну завтра сегодня уже начинаем мы мусор вывозить. У нас контроль, с вас четкое выполнение всех требований сразу, чтобы жильди. По поводу парковок здесь очень много сейчас вы видели, да, вопросов. Да, я знаю. И сейчас самое главное, что вот это все сразу же оперативно везде убирать. Хорошо? Хорошо, мы так и вообще делаем. Мы же не оставим и уедем. Мы пока никуда не посетим. Просто они переживают за то, что это будет убираться не сразу. Нет, нет. Нам надо сдать объекты. Нельзя подбирать. Пока нельзя. Мы сейчас разрешаем этот вопрос. У нас сроки есть, мы не можем оставлять. Мы ближайшего сегодня-завтра убираем. Хорошо. Мы тогда держим на контроле, ладно? Все. Не подведи, пожалуйста. Нет, нет, по поводу от себя не переживайте. После того, как подрядчик вывезет грунт и строительный мусор, эта территория будет засеяна газонной травой. Подходы к сушке для белья станут безопасными. Депутат Мособлдума Александр Легков предложил жителям рассмотреть и вариант установки детской площадки. Если жители найдут компромисс между собой, с большой долей вероятности, в будущем здесь появится детская площадка и лавочки для отдыха. Во всяком случае, Александр Легков готов помогать жителям решать этот вопрос. Студентам Яндекс.Лицея вручили сертификаты по итогам обучения. Из 29 ребят большинство переводены на второй курс. Из них немало отличников. Получить специальность программиста, еще будучи школьником, это возможно благодаря Яндекс.Лицею. В рамках проекта на базе гимназии номер 6 школьники изучают программирование на языке питон. Стартовал проект в 2020 году. В нем приняли участие 29 учеников 8-9 классов. Успешно освоили первый курс, 24 школьника. Семь из них окончили обучение с отличием. На прошлой неделе ребятам торжественно вручили сертификаты. Успехом своих учеников, конечно, радуется преподаватель Яндекс.Лицея, учитель информатики гимназии номер 6 Наталья Ивановна Коркунова. Именно во многом благодаря ей и реализуется этот проект в Красноармейске. Обучение проходят не только ученики гимназии, но и ребята из других школ и даже городов. Скажите, сложно было с ними работать на протяжении всего учебного года? Вот с теми, кто здесь, не очень. Это мои отличники, и они в основном были таким локомотивом. Нет, вообще-то серьезно, если говорить, конечно, очень все сложно. Потому что курс сложный, профессиональный, большой, объемный. Практически весь питон за один год. То есть дети молодцы. Скажите, когда начинали этот проект, как-то предполагали, что будет такое большое количество отличников? Или ждали большего? Всегда думаешь, а больше? Нет, нормально, все нормально. Достаточное количество отличников. Конечно, могли быть еще 2-3 человека, которые просто выдохлись. А уже там не хватило прям буквально немножечко баллов до отличного. А сколько всего курсов у Яндекс.Лицея? Сколько лет? Два года. Вот мы и закончили первый курс. А потом какие перспективы открываются перед ребятами? Ну, второй курс, там уже идет промышленная программерность. То есть они уже фактически получают профессию. То есть они смогут, ну, они узнают сами, что они смогут на втором курсе. Но это уже серьезные вещи. Они будут делать собственные проекты, серьезные проекты, будут их защищать. Будут предлагать, возможно, даже для того, чтобы их оценивали, может быть, даже сторонние люди, не только я. Так что посмотрим. Но я еще пока в том курсе не плавала, не знаю точно. Сейчас некоторые из ребят уже задумываются, над какими проектами будут работать в будущем учебном году. На самом деле, питон – это очень обширный язык программирования. Очень можно создать разнообразные проекты, от игр до искусственного интеллекта. И, например, я планирую создать какую-нибудь игру на этом языке программирования в следующем году. У тебя будет такая возможность. Пойди им. А игра какая будет? Стратегия, стрелялка? Ну, я думаю, это будет ближе к стратегии. А у других есть какие-то планы? Или пока еще в раздумьях? Пока нет. Пока нет, да. Пока нет. Учиться сложно было? Довольно сложно. Ну, если честно, я думал, что будет сложнее. То есть, платформа очень удобно построена прямо. Я не ожидал такого. Ребята и преподаватель рассчитывают, что в следующем году у них будет возможность сохранить и улучшить достигнутые результаты. Остается только пожелать успеха юным программистам. Праздник русской березки прошел в детском городском лагере при ГДК. Как ребята прошли испытания на смекалку и сообразительность, ловкость и удальмолодецкую смотрите в нашем сюжете. Сохранять и приумножать народные традиции – это еще одна важная заповедь городского лагеря-вытворяшки. Поэтому сегодня вожатые пригласили всех ребят на поляну возле городского дворца культуры на праздник русской березки. А какие гости пришли сегодня к ребятам, мы узнаем с вами в нашем репортаже. Радость для детей – полное увлекательное погружение в атмосферу русского народного гуляния с игрищами и забавами. Радость для взрослых – полное полуторачасовое отсутствие гаджетов и интереса к ним со стороны детей. Все участники действия нарядно одеты. Девочки в русских сарафанах. Их голову украшают цветочные венки. Мальчики в косоворотках и картузах. Вышли на поляну, как говорится, себя показать и на других посмотреть. По традиции всех гостей встречают русские красавицы. И потому принять изволь, кто к нам пришел на посиделки, на этой праздничной тарелке, из наших рук и хлеб, и соль. Сложно себе представить фольклор без богатырей. Они не заставили себя ждать. Явились, как говорится, не запылились. И заиграла им на радость кадриль московская. Закружили в парах доброй молодцы и красной девицы. И явилась на звуки громкий баба-яга. И затеялась силами танцевальными милицам. Ух ты! Ой, как бабушка-яга-то умеет. Ой, молодцы! Ой, молодцы! А кто притомил? Ну что, притомилась, Ягулечка? Ой, да что ты! Господи, я так отчитала этого дня. Ой, целый год соберялась. Дай к ребятам придем, в игру поиграем, танцуем в мой баттл. Ну как тебе, современные молодцы и девицы-красавицы, в печах или все-таки хорошие ребята? Да не хорошие. Правда, ленивые маленькие. А так молодцы. О, как танцуют, то песни поют, сколько песен-то знают. А за год все отгадывают. После танцев баба-яга решила ребят русским народным играм научить. Золотые ворота, которые пропускают не всегда, и бояре. Бояре, мы гуляем! Ручка лесом! Молодые! Девчонки, капец ливан! Бояре, зачем ты? По правилам этой игры участники ходят друг к другу в гости. Жених выбирает себе невесту, а невеста – жениха. И тот или та, кого выбрали под ободряющие крики, бежит прорывать оборону. Ищи, где самые слабые места. Прорывай оборону! Девчонки, полиция нее заела! Отряды готовились к празднику основательно. Заблаговременно выбрали и разучили русские народные песни в первозданном и современном исполнении. Поэтому после танцевального развернулся нешуточный песенный батл. Какую песню вы пели для Бабьи Ги? Печки! Сене! Так, а как вы думаете, какой отряд победит в конкурсе песен? Мы! Вы? А вы какой отряд? Первый! Ну, удачи вам! А вы приготовили песню для Бабьи Ги? Да! Наверное! А какую? Песня! А как вы думаете, какой отряд победит в конкурсе песен? Сен! Это вы, что ли? Да! Никто не хотел проигрывать, но, как водится, победила дружба. А разве может быть иначе в праздник березки? Дерево, символизирующего свет человеческой души, необыкновенную доброту и силу духа. За три летних месяца 135 ребят поработают в трудовых бригадах. В июне в благоустройстве города помогают 45 подростков. Об обширном фронте работ трудовых бригад расскажем далее. Трудовые бригады – это единственный официальный источник трудоустройства подростков в Красноармейске. В этом году подано 165 заявок, но город сможет удовлетворить только 135 из них. Желающих было гораздо больше. Трудовые бригады формируются из подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В июне месяце заключено 45 трудовых договоров, в которых прописана пятидневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня – 3 часа с 10 утра до часу дня. Какие объекты вы обслуживаете? Мы обслуживаем много объектов. Иногда нас зовут в школы, и мы убираемся там, помогаем. Иногда мы ходим по городу, убираем площадки, сажаем цветы. И недавно вы могли помнить, как у зданий администрации мы усаживали цветы. Какой вид деятельности тебе лично по душе больше? Да, тут в принципе все по душе. И траву полоть, и убирать, и все. Главное, что наш город становится чище из-за этого. Почему ты решил пойти в лето в трудовую бригаду? Ну, изначально я пошел, потому что месяц начался, лето, и делать особо нечего. Хочется что-то поделать, и на благо города, и, конечно, чуть-чуть подзаработать. На что потратишь заработок? Планировал уже? Нет, еще не планировал, но деньги будут, тогда и будут планы. Для многих из ребят трудовые бригады – это первое место работы. В народе говорят, доброе начало – половина дела. Первый взрослый опыт работы формирует характер, определяет отношение к трудовому процессу, к коллегам и к себе в социуме. Поэтому руководят бригадами опытные наставники, внимательные к мелочам и умеющие сформировать хороший дружный коллектив. С удовольствием на работу ходишь? Конечно, по-другому никак. Если приходить не с удовольствием, то не очень пойдет работа. У тебя, может быть, друзья появились, ребята знакомые. Вы впервые познакомились здесь? Нет, я пришла, мне здесь уже одноклассники и мои знакомые. Больше половины знаю в бригаде. Уже как-то мечтала, на что заработок потратишь? Нет, нельзя тратить деньги, которые еще не заработала. Мне так папа говорит. Впереди еще два летних месяца. Кроме трудовой для подростков намеченной культурно-досуговой деятельности. Мы желаем ребятам продуктивно потрудиться и с удовольствием и пользой провести время. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. И напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, заходите на сайт tv.krasna.ru, скачивайте мобильное приложение «Красна.Лайф» и вы всегда будете в курсе городской жизни. Субтитры создавал DimaTorzok